Я прошла через многие кисти, потому что когда-то в свое время, ну скажем так, в начале своей карьеры у нас не было возможности выбора такого, как на сегодняшний день. Сегодня, мне кажется, рынок просто перенасыщен брендами и еще более сложно мастерам сориентироваться, какую же кисть выбирать себе для работы. Начну, пожалуй, с того, на что нужно обращать кисть. Внимание при выборе кисти. Итак, конечно же, это цена. То есть кисть, которая стоит дешевле 400 гривен, я уже это знаю, что эта кисть может вызвать у меня лично сомнения. Второе, на что нужно обращать внимание, это бренд, то есть производитель. Компания, которая выпускает очень высокого качества материалы и дорожит этим качеством, соответственно, будет выпускать такого же высокого качества кисти. Потому что компания, которая выпускает акриловую систему, там работают технологи, это зачастую даже мастера топовые, которые уже достигли в своей карьере, в своей сфере очень больших высот. Ну, такие, например, как Том Холком, да? Он никогда не разработал бы и не выпустил в массы кисть, которую... Кисть, которая ему бы не нравилась и которая у него бы в руках не лежала и не делала ту работу, которую он хотел бы выполнить. Транк Мгуэн, это, ну, наверное, мой кумир, потому что это мой преподаватель. И те кисти, которые я держала в руках, его кисти, его производство, это верх совершенства. А, к сожалению, у нас сейчас их в Украине нет. Ну, и поскольку я уже не мастер, и такого фетиша на кисти уже нет, хотя есть любимые кисти, у меня в наличии этой кисти нет. Если задаться целью, то сегодня можно заказать кисти Энтити. Это кисти Магнетик. Кстати, кисть Магнетик Сенсей номер 8, одна из моих любимейших кистей на сегодняшний день, может быть, даже самая любимая кисть, потому что она проверена во всех, скажем так, тест-драйвах и закрепила репутацию очень хорошей, надежной, рабочей кисти, которая выполняет абсолютно все мои требования. Итак, на что же еще нужно обращать внимание при покупке, при выборе кисти? Желательно, чтобы кисть была компактная, чтобы она имела возможность складываться от кутляр. Так кисть более, лучше сохраняет свою эластичность и нет возможности пересыхать ворсу. Для того, чтобы не пересыхал ворс, в колбачке должно быть обязательное отверстие, которое помогает, позволяет циркулировать воздуху, испаряться акрилу, мономеру, вернее, точнее, испаряться мономеру, который остается в кисти, и заходить в воздуху, который будет позволять кисти дышать. Если вы еще мастер, скажем так, новичок, и у вас нет опыта и знания в брендах, в производителях, в качестве, если, допустим, на обучении вам ваш преподаватель не порекомендовал какие-то продукты действительно качественные, я могу посоветовать на сегодняшний день кисти трех марок. Это те, которые действительно для меня являются лидерами. Это ONS, это Odyssey Nail Systems, это Magnetic Sensei, восьмерка, и это кисть Entity. Вот три кисти, которые, я уверена, что даже если вы их приобретете с закрытыми глазами, они вас никогда не подведут. В принципе, приобретая кисть, не зная о ней и не зная ее качества, мы приобретаем практически кота в мешке. Потому что, когда очевидно, вот визуально нам понравилась кисть, мы приносим ее домой, мы ее правильно подготавливаем, мы ее правильно напитываем мономером, придаем ей эластичность, мы затем правильно за ней ухаживаем. Но кисть, например, даже на второй день может раздваиться. То есть, вот так вот посерединке она раздваивается пополам, и, конечно же, такая кисть уже непригодна к работе. Какие еще неприятные сюрпризы могут вас ожидать после подготовки кисти? На кисть может налипать непосредственно материал, то есть акрил во время работы. Здесь может быть две причины. То есть, кисть предварительно не была обработана специальным составом, но это исправимо, в принципе. Тоже расскажу о нем. Или еще одной причиной может быть плохая подготовка. То есть, вы не до конца выбили склеивающие вещества и не очень хорошо ее промыли. То есть, эти склеивающие вещества остались у основания кисти, они залипают и налипляют на себя материал, который вы работаете. Поэтому очень тщательно нужно подходить к этим вопросам. На что еще обращаем внимание? Смотрите, я сейчас в руках держу две кисти. И форма самой кисточки должна напоминать вам четкое-четкое пламя свечи. Вот оно может быть чуть-чуть уже, может быть чуть-чуть шире, короче, длиннее. Нужно обращать внимание на кончик. То есть, это абсолютно идеальная линия плавного изгиба, без наплывов, без бугров, без перекосов. И центр борса, центр кисточки, должен совпадать с центром обжирной обоймы. Хотя бы вот так. Потому что производители очень часто не разрешают размять кисть. Но это, собственно говоря, и правильно. И посмотреть на саму форму. То вот это такой, скажем так, контрольный момент, который может вам помочь при выборе кисти. Ну, конечно же, было бы неплохо, если во время приобретения у вас есть возможность взять у продавца кисть, которая уже подготовлена к работе, и попробовать ее на эластичность, на упругость или на мягкость. То есть, на те моменты, которые играют очень большое значение в работе. Нужно обращать внимание или спрашивать у продавца, если вы не знаете, как выглядит колонок или соболь, из чего сделана кисть. Потому что кисти колонковые, они более, скажем так, мягкие и упругие, эластичные. А кисти из соболя более жесткие. То есть, в принципе, каждый производитель определенной торговой марки выпускает кисть с тем ворсом, который предназначен для работы с этим материалом. Это тоже важно. И кисть любит тот мономер, производитель которого выпустил эту кисть. То есть, бренд мономера и бренд кисти желательно, чтобы совпадал. Я знаю, что это не всегда бывает, но отдаем предпочтение, стараемся отдавать предпочтение именно вот такому сочетанию, чтобы мономер и кисть были одной торговой марки. Обращаем внимание еще на длину ворса и на плотность ворса. Вот рядышком стоят две кисти, мои любимые, но они абсолютно разные. Эта восьмерка и эта восьмерка. Но эта восьмерка более длинная, видно, эта восьмерка более короткая. Эта восьмерка более узкая, эта восьмерка более широкая. Соответственно, вот эта восьмерочка служит для более деликатных работ, для акрила, который работает не прижимающими, а проглаживающими движениями. Для очень деликатной работы, то есть, на тюрель я этой кистью выполнять не буду. Эта кисть у меня только для выполнения френча. Показательная, наверное. Потому что если я буду выполнять френч на клиентке, то я возьму кисть. Потому что эта кисть более рабочая. И она позволяет более четко выполнять все движения. Она более упругая, потому что здесь более короткий ворс. Чем длиннее ворс, тем больше кисть изгибается в районе животика. Вот эта кисть более плотная. Вообще, производители советуют для френча приобретать кисти круглые. То есть кисти не приплюснутые по обжимной обойне, а кисти круглые. То есть в диаметре вот в таком. Почему? Потому что когда мы вылизываем улыбку прокручивающими движениями, вот эти вот ребрышки могут по линии улыбки, по мягкому акрилу, такие вот неровности создавать, и нам приходится их еще дорабатывать и дорабатывать, исправляя, скажем так, свои ошибки, делать новые. А круглая кисть, имея радиус, она плавно и кругленько прорабатывает линию улыбки. Так вот, кисть вот эта вот, Сенсей Магнетик, за счет того, что она очень плотная, плотно набитая, когда она в размоченном виде, она имеет в районе животика абсолютно вот круглую форму, абсолютно круглую. Поэтому, вылизывая улыбку, она абсолютно никак не деформирует ее, и очень удобно ей работать. Приняли к сведению и взяли на внимание, в принципе, такие советы, которые, если бы мне когда-то в свое время давали, я бы сэкономила очень много денег, потому что акриловые кисти действительно стоят немало, и так вот досадно становится и не очень приятно, когда тебе рассказывают о том, что это действительно супер качество, и... Ну, сами знаете, как это бывает. Не будем о плохом. При приобретении кистей, еще обращаем внимание на ее номер. То есть, если мастер, от чего зависит номер? Номер кисти зависит от того, какой системой вы работаете. Чем быстрее полимеризация материала, которым вы работаете, тем меньше номер кисти вам нужен. То есть, для работы с быстрой полимеризацией акрилами вам понадобится кисть номер 8. Чем медленнее полимеризуется акрил, тем больше номер кисти, потому что больший номер кисти с большим количеством ворса забирает большее количество мономера, соответственно, может позволить набрать больший шарик, который мы будем раскладывать, если мы работаем, например, техникой одного шарика. Ну и, соответственно, больше номер кисти расходует больше мономера. Когда мы вытираем кисть, у нас мономер уходит, 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 То есть, в принципе, большие номера, номер 10, номер 8, такие ненасытные кисти, они просто пьют этот мономер и он исчезает из стаканчика при третьем или пятом окунании кисти в стакан. Поэтому попробуйте кисти от восьмерки до двенадцатого номера с тем материалом, с которым вы работаете и сделайте правильный выбор. Ну вот, вроде бы, наверное, и все. Ну что, я дала вам наводки на то, на что нужно обращать внимание при приобретении кисти. Для того, чтобы кисть отвечала вам взаимностью, если, конечно, вы ее любите. При припокупке кистей... ... ... ... ... ... Продолжение следует...